МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За прошедшие сутки на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций и пожаров с пострадавшими не зарегистрировано. В вопросе противодействия террористическим угрозам и повышения бдительности граждан был выезд экстренной оперативной службы на сообщение о бесхожном рюкзаке на детской площадке под Московным бульваре, дом 10. Информация не подтвердилась. В районе школы номер 6 по улице 50 лет Октября был наезд легкового автомобиля на пешеходном переходе на 12-летнего школьника. С травмами средней тяжести пострадавший был доставлен в больницу. В связи с профилактическими работами и порывами на трассах водоснабжения было остановлено котельно номер 2 в деревне Козино, отключение холодного водоснабжения в городском округе Красногорск в доме номер 6 по Ильинскому шоссе. Отключалось электроснабжение по улице Парковая в городском округе Красногорск в микрорайоне Нахабино по улице Красноармейская, Станционная, Вокзальная, Заречная. На данный момент все инженерные системы функционируют в штатном режиме. Запланированные работы по линии водоканала и теплоснабжения с 10.00 до 16.00 в связи с ремонтами, работами на водопроводе будет отключение холодного водоснабжения по улице Сосновая, дом 16 и частного сектора. По этой же причине с 10.00 до 16.00 будет отключение холодного водоснабжения по улице Заводская, дом 29.00. С 8.30.00 до 19.00 в связи с фреской в сеть будет без горячего водоснабжения дом 1-3 по улице Железнодорожная. До 14.00 апреля в связи с промывкой и хлорированным резервуаром в микрорайоне Апалиха вода будет подаваться с остаточным запахом хлора. Воду рекомендуется кипятить. Обращение в службу 112.00 за сутки 570.00. Из них пожарная служба 3.00, скорая медицинская помощь 94.00, полиция 46.00, газовая служба 2.00, прочее 425.00. В 2016 году в районе было создано 2860 новых рабочих мест, что на 960 больше, чем в 2015 году. Чистость занятых в экономике района имеет тенденцию к увеличению. На 1 января 2017 года составило более 126.000 человек. Среднемесячная заработная плата по району составила 54.000 рублей. По сравнению с 2015 годом выросла на 12%. На крупных и средних предприятиях среднемесячная заработная плата превысила 62.000 рублей. По этому показателю в район входит число лидеров по Московской области. Однако на малых предприятиях средняя заработная плата значительно ниже. Она составила 26.000 рублей. Ситуация на территориальном рынке труда остается сложной, хотя в целом характеризуется как стабильная. Постояние на 1 января 2017 года на учете в качестве безработных граждан в Красногорском центре занятости населения состояло 596 человек. Уровень регистрационной безработицы составляет в настоящее время 0,4%, что ниже среднеобластного показателя. В банке данных Красногорского центра занятости населения 935 вакансий, из них 419 по рабочим профессиям. С 11 апреля в округе проходит общественное обсуждение кандидатов в члены общественной палаты городского округа Красногорск. Мероприятие решено организовать в формате дебатов. 9 человек из общего списка кандидатов приняли в них участие в культурном центре Красногория. В рамках своего выступления было предложено ответить на два вопроса. Какие задачи должна решать общественная палата и какую конкретную работу каждый кандидат готов проводить в случае его избрания в состав органа. Вопросы очень важные для нас, потому что это будет третий созыв общественной палаты. Еще сегодня, даже во время второго созыва, мы искали формы и методы работы общественной палаты, чтобы был тесный контакт между населением, между жителями нашего района и органами власти, как в районе, так и в более высоких инстанциях. Вопросов, конечно, много, очень интересных и много очень сложных. В своих выступлениях кандидаты в члены муниципальной общественной палаты делали акцент на необходимость развития транспортной инфраструктуры, предлагали новые методы работы с молодежью. Важными для них были вопросы экологии и строительства. Важно, чтобы в общественную палату попали люди неравнодушные и люди, которые сегодня, понимая, что эта работа не оплачивается, в общем-то, что она чисто, в общем-то, на инициативе каждого члена общественной палаты строится. Не бросили где-то через месяц, после, два после избрания, вот это важное дело, которое им будет поручено. А работали энергично до самого завершения работы общественной, принесли пользу нашему округу. Развитие системы видеонаблюдения «Безопасный регион» обсудили на расширенном заседании профильного комитета Мособлдумы, которое проходило в администрации Красногорска. Место выбрано не случайно. Городской округ – лидер в реализации программы по установке камер. Сегодня их в муниципалитете насчитывается уже 300. В планах на этот год довести число до 700. В нашем понимании данная программа еще обладает высочайшей профилактической значимостью. То есть, каждый гражданин, который готов или готовится совершить противоправные действия, асоциальные действия, он должен понимать, что все это находится, в общем-то, сейчас в открытом доступе. И его любые действия становятся, в общем-то, понятными и прозрачными. Количество камер видеонаблюдения в Подмосковье только в этом году планируют увеличить до 15 тысяч. Ставятся задачи по раскрытию с их помощью до 10% всех преступлений. Причем система «Безопасный регион» рассматривается не только как возможность увидеть ситуацию в отдельно взятом месте, но и как в видеоархив. Запись хранится 30 суток. Создан технологический каркас системы. Что он из себя представляет? Это региональный центр видеонаблюдения. Это серверные мощности, которые находятся, расположены в Доме правительства Московской области. Это муниципальные центры хранения видеоданных, которые расположены в муниципальных образованиях. И, соответственно, автоматизированные рабочие места, которые установлены в территориальных подразделениях органов внутренних дел и единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований. Красногорск в настоящее время входит в число лидирующих муниципальных образований по реализации программы «Безопасность Подмосковья». Это не раз прозвучало в ходе расширенного заседания комитета Мособлдумы. Оценить работу системы на практике парламентарии смогли в дежурной части ОМВД. При помощи данного инструментария в 2017 году красногорские полицейские раскрыли 16 преступлений. Из них 7 краж автотранспорта, причине тяжкого труда здоровья и 2 разбойных нападения. Традиционно в преддверии Дня труда в Красногорске у домов, в которых жили герои социалистического труда, проходят памятные мероприятия. Один из митингов был посвящен Николаю Михайловичу Егорову. Почтить память бывшего директора КМЗ пришли представители администрации, члены районного совета ветеранов, ученики и педагоги первой школы, а также коллеги по заводу. Петр Иванович вспомнил, как начинал работать под началом Егорова. Он, как молодых специалистов, всегда принимал у себя в техническом кабинете, беседовал с нами. Он меня направил даже, будем считать, на комсомольскую работу. Год я трудился вместе с Николаем Михайловичем. По воспоминаниям коллег, Николай Егоров был очень деятельным человеком. Кроме того, что руководил градообразующим предприятием в период его становления, вел общественную работу и был требовательным к дисциплине. На заводе он следил не только за технологией, за научными открытиями, за созданием лаборатории, отделов, но и с высокой культурой. Я помню, даже устраивал похороны сигареты. Если найдет где-то папиросу или окурок, собирал митинг и требовал буквально, чтобы каждый свой участок территории завода полностью очистил. Памятные мероприятия в преддверии праздника труда были посвящены еще четырем героям социалистического труда, которые жили и работали в Красногорске. Тихону Пряхину, Геннадию Филиппову, Николаю Дьякову и Федору Соболеву. В мае Госадмтехнадзор начнет проводить спецоперацию «Дачник», цель которой – проверка состояния территории СНТ и расположенных на них объектов, сообщила глава ведомства Татьяна Витушева. Инспекторы территориальных отделов будут проверять у владельцев частных домов наличие договора на вывоз мусора. Следить, чтобы бытовые отходы и древесные остатки сжигались только в специально отведенных местах. Строительные и другие материалы не хранились за пределами садоводческих участков. Кроме того, в центре внимания надзорного ведомства будет состояние детских площадок, расположенных в СНТ. В Павшинской пойме прошли сразу несколько встреч представителей рабочей группы администрации округа с жителями. Тема одна – обсуждение проектов дополнительных парковок. Где газоны стоит сделать уже ради стоянок и стоит ли – предметно обговаривают по каждому отдельному адресу. Они не будут здесь стоять. Мы добьемся этого. И это ваши машины. А стоят они на тротуаре. Они нарушают закон. Подумать, куда пересадить эти деревья, нарезать карманы елочкой. Впрочем, новые машины-места создаются и за счет переразметки при домовой территории. Часть драгоценного парковочного пространства пропадает из-за хаотично припаркованных машин. И, наконец, третий выход из сложившейся транспортной ситуации в Павшинской пойме – легализация стихийных стоянок там, где это возможно. Есть острая необходимость узаконить стоянку автомобилей в ночное время, когда интенсивность движения спадает, вдоль бульваров. В частности, Ильинского бульвара и улицы Зверева, где предусмотреть законную ночную парковку в местах, где днем это нецелесообразно, неразумно и недопустимо по условиям дорожного движения. Параллельно с процессом общественного обсуждения проектов идет и подготовка документов для конкурсных процедур. Обустройство новых парковок, обновления уже имеющихся, должны завершить осенью. В общей сложности в 2017 году в микрорайоне обещают создать порядка тысячи дополнительных машиномест. Есть женщины в русских селениях. Под таким названием открылась выставка в Центре культуры и досуга «Отрадненская». Ее неповторимость в том, что на фотографиях застывшая история села-деревень нашего края конца 19 века. Да и само появление фото-выставки в Краеведческом музее вызывает неподдельный интерес. Эта фотография, которую я спечатал на принтере, именно ее я увидел в интернете за подписью Андрея Светлакова, где он говорил, что эта девочка, которая лежит на маленьком мостике на берегу пруда, это в окрестностях деревни Коростова. И когда я увидел эту фотографию, я начал искать этого автора и пытаться с ним связаться. То есть вот с этого снимка началась вся история этой выставки. Как выяснилось, долгие годы коллекция фотографий хранилась в семейном архиве Андрея Светлакова, потомка гувернантки, которая служила в доме американского предпринимателя Самуэля Гопфуда. Автор снимков, более известный современникам, как представитель фирмы «Кодек», проживал в Коростово более века назад. Фотографировал свою семью и просто местных жителей окрестных деревень. Уникальность этой выставки заключается в том, что, наверное, впервые за последние годы найдены фотографии, которые совершенно четко привязаны к местности. В том, что они не только запечатлели семейные какие-то фотоснимки в этом архиве, но именно быт наших прабабушек, то, как были обостроены эти деревни, как они отдыхали, как они работали, все это есть на этих фотографиях. Вот юная, улыбающаяся фотографу, жительница деревни Коростово в Пшеничном поле. А на этой фотографии четыре барышни-крестьянки позируют на фоне раскидистых елей. Это было вблизи деревни Арестово. Знакомьтесь, дочь Самуэля Гопфуда. Она помогает по хозяйству местной девушки. Надо отметить, что на этой выставке представлены далеко не все фотографии. Семейная легенда семьи Светлакова гласит, что железный ящик с самыми ценными фотографиями Гопфуд надежно спрятал. По сей день он не найден. Когда началась революция 1917 года, и понимая, что наступают очень непонятные времена, Гопфуд вместе с прадедом Андрея Светлакова, Никифоровым из деревни Юрово, они взяли все догеротипы, на которых были изображены очень многое что. Там был и царь, там был и Ленин, там была и революция 1905 года, и Лев Толстой, и революция 1917 года. Они все это упрятали в большой металлический ящик и закопали где-то в окрестностях деревни Корострово. Где, это неизвестно. Но, возможно, для кого-то посещение этой выставки станет настоящим открытием. И на одном из снимков, представленных краеведческой студии, узнают свою бабушку или прабабушку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова